Мир вам, дорогие братья и сестры! Мир вам, дорогие братья и сестры! Рад вас видеть всех! Мы все собрались сегодня не только на наше регулярное служение, хотя, в принципе, это регулярное служение, но это также особый день в жизни нашей общины. И мы сегодня вспоминаем величие любви нашего Господа. И, как обычно, мы проповедуем в этот день на определенную тему. Это тема, конечно, тема страданий Господа нашего Иисуса Христа, смысл, значение для каждого верующего человека. И я сегодня хочу говорить на место Священного Писания, которое записано в Исаии, 53 глава, 3-5 стих. Здесь написаны такие слова. «Он был презренный, умолен пред людьми, муж скорбей, изведавший болезни, и мы отвращали от него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили его. Но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни. А мы думали, что он был поражаем и наказуем и уничижен Богом. Но он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились». Извините. Так вот, некоторые исследователи Священного Писания говорят о том, что страдания Иисуса Христа и особенно раны его, они были в принципе в плане Божьем. То есть каждый аспект его страданий, это имеется в виду и его голова, и его ноги, и его руки, и его лицо, спина, бок, сердце, все это были раны, и они были направлены на искупление наших грехов. То есть все оно имело значение для того, чтобы грехи человека были искуплены через страдания этого страдальца. И в исследовании Писания довольно часто проповедники пользуются такими моментами, когда смотрят на события, и затем, в частности говоря о страданиях Христа на кресте, я вспоминаю, как мой пресвитер у нас в Петербурге, Сергей Петрович Фадюхин, он говорил о семи словах, семь слов Христа на кресте. В отношении страданий, в отношении пролитой крови, в отношении раны Иисуса Христа тоже, семь ран, которые были направлены на искупление грехов. И я, в принципе, сегодня хочу говорить на одну из них, если хватит времени, поговорим чуть-чуть больше. То есть это как бы такая конкретика вот тех таинств искупления, которые произошли ради нашего спасения. Сегодня мы будем совершать вечерю, и все вы имеете при входе, каждому из вас дали небольшой стаканчик, и там наверху кусочек рисового хлеба. Это как раз именно то, что, собственно, мы называем заповедь Господню, заповедью хлебопреломления, потому что мы обычно ломаем хлеб, и мы перед вами это сделаем. Но в силу вот этих причин, которые существуют сегодня, так сказать, в силу этого коронавируса, и оберегая жизнь каждого из вас, собственно, вот эти элементы, которые вы имеете на руках, они даны были специально для того, чтобы мы не спровоцировали какую-то вспышку болезни здесь у нас в церкви. У нас в церкви есть некоторые братья и сестры, которые болеют, заболели. Но, слава Богу, не очень тяжело, и слава Богу, что это не произошло в церкви. Где-то, значит, там на отдыхе, или в каких-то других местах. Ну, в любом случае, будем молиться за них и просить, чтобы Господь помиловал, и у нас не было никаких больших переживаний. Итак, мы прочитали, что он был презренный, умолен, муж скорбей. Вот один автор говорит так, что страдание Христа, и вот это квоут, он говорит, это не было запоздалой мыслью в Божьем плане спасения человечества после его грехопадения. То есть это не произошло так, что там Бог создал человека, человек жил в раю, Бог с ним имел общение, а потом вдруг человек согрешил, и Бог думал, ну что же делать теперь, так сказать. И вот на ходу придумал этот план спасения. Абсолютно нет, братья и сестры. План спасения был продуман Небесным Отцом еще до того, как вообще Земля существовала, до того, как вообще все во Вселенной появилось, когда еще ничего не было, так сказать. Был только сам Господь. И мы знаем, что Он сказал слово, появилась Земля, появилась Вселенная. Так вот до всего этого план спасения был уже предусмотрен. Так вот, это не было запоздалая мысль в Божьем плане. Да, и почему? Потому что страдания, смерть и искупление рода человеческого, они были запланированы, как я сказал, с самого начала основания мира. Мы читаем об этом в Откровении, в 13 главе, 8 стихом. Я понимаю, что есть часть народа нашего, которая не совсем хорошо понимает русский язык, поэтому я не просто буду цитировать эти места, но мы их вместе с вами и прочитаем. Наши братья-операторы нам будут высвечивать все эти места, которые я на утреннем служении их просто пролистал. Я думаю, что мы немножко упустили здесь. Смотрите. Поклонницы ему все живущие на земле, которых имена не записаны в книге жизни, вот, значит, у Агнца, закланного от создания мира. То есть еще не было создания мира, а это был Агнес, который был заклан. Так вот, особенности его страданий были предсказаны за 700 и за 1000 лет, еще до того, как он появился здесь, на этой земле. Исайя, 53 глава, 3 стих. Мы уже прочитали, что он был презрен и умолен, муж скорбей, изведавший болезни, и мы отвращали от него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили его. Это его отвержение. То есть это было сказано. Предательство, 41 Псалом, 9 стих. 41 Псалом, 9 стих. Давайте мы прочитаем вместе. «Днем явит Господь милость свою, а ночью пись ему у меня молитва к Богу жизни моей». Так, 9 стих, да? Я, похоже, неправильно дал место в Священное Писание. Указана цена, но это уже точно, Захария, 11 глава, 12 стих. Указаны 30 серебряников за предательство. Это Захария, 11 глава, 12 стих. «И скажут им, скажу им, если угодно вам, то дайте мне плату мою, если же нет, не давайте, и они отвесят в плату мне 30 серебряников». То есть по-английски вы можете читать молодежь. И в Писании также говорится, что он будет пороган и оплеван. Это Исайя, 50 глава, 6 стих. Исайя, 50 глава, 6 стих. Там написано, «Я предал хребет мой бьющим, и ланиты, и ланиты – это щеки, это старое русское слово, мои поражающие меня, лица моего не закрывало от поругания, плевания». То есть это все было заранее, как пророчество сказано. Та же глава Исайя, 53 глава, 12 стих. Он будет распят вместе с грешниками. 53 глава, 12 стих. Здесь написано. Я извиняюсь, это, наверное, что-то я нынче много ошибок сделал. Да, нет, все правильно. «Посему я дам ему часть между великими и сильными, и я буду делить добычу за то, что он предал душу свою на смерть и к злодеям причтен был, тогда, как он понес на себе грех многих и за преступников сделался ходатай. Был распят вместе с грешником. Руки и ноги его были пронзены». Псалом 21, 17 стих. Мы читаем у Давида, это его пророческий псалом. «Ибо псы окружили меня, скопище злых обступило меня, пронзили руки мои и ноги мои». Вы знаете, удивительно. За столько лет до того, как Христа распяли, мы видим вот это пророческое слово в псалмах. Будет осмеян и оскорблен в этом же псалме, в 21, 6, 9 стих. Мы читаем, где Господь, о Господе сказано, что к тебе взывали и были спасены, на тебя уповали и не оставались в стыде. Ему дадут уксус пить. 68-й псалом, 22 стих. Если можно, откройте, пожалуйста. 68-й псалом, 22 стих. «И дали мне в пищу желчь, и в жажде моей напоили меня уксусом». Это все пророческие слова страдания Господа нашего Иисуса Христа. Захария, 12 глава, 10 стих. Что Бог его будет пронзен. В Захарии мы читаем. Это место, пожалуйста, прочитайте. Я просто плохо вижу, поэтому не буду читать мелко. «Об одежде его будут бросать зребий». В том же 21-м псалме мы читаем, в 19 стихе. То есть все это пророчества, которые были сказаны еще до того, как Христос родился. «Дели тризы мои между собою, об одежде моей бросают зребий». В 53 главе, в 9 стихе мы читаем, что ему назначили гроб со злодеями, но он погребен у богатого, потому что не сделал греха. То есть он будет похоронен в чужой могиле. Назначили гроб со злодеями, но погребен у богатого, потому что не сделал греха. Ну и, наверное, одно из очень ярких мест вот этого отлучения от своего небесного Отца. Это в 21-й псалме, первый стих. «Боже мой, Боже, для чего ты оставил меня?» Так вот, так как грехопадение человека затронуло очень много аспектов человеческого существования, то страдания Иисуса Христа, они как раз и предусматривали, или имели цель разные аспекты нашего исцеления. То есть у нас наша душа и мы вот как личности, у нас есть мысли, у нас есть наша воля, у нас есть наши чувства, у нас есть вот все эти, все это то, что я перечислил, так сказать, и все это требует определенного исцеления. И как говорят исследователи Библии, что каждая рана Христа указывает на определенное исцеление нашей жизни. И первым в этом списке как раз искуплений является как раз наша воля. Вы знаете, воля человека – это довольно важная часть в жизни каждого человека. Воля человека играет колоссальную роль в жизни каждого из нас. И я хотел бы с вами вместе открыть два места Священного Писания, которые касаются как раз Гевсиманского сада и о том, как воля Христа была подчинена воле Небесного Отца. Давайте мы посмотрим сначала Евангелие от Матфея, 26 глава, 26 глава, 36 стиха. Мы читаем такие слова. Потом приходит с ними Иисус на место, называемое Гевсиманией, и говорит ученикам, «Посидите тут, пока я пойду, помолюсь там». И взял с собой Петра и обоих сынов заведей и начал скорбеть и тосковать. Тогда говорит ему Иисус, «Душа моя скорбит смертельно, побудьте здесь и пободруйте со мною». Я тогда немного пал на лицо свое и молился и говорил, «Отче мой, если возможно, доминует меня чаша сия, впрочем, не я, не как я хочу, но как ты». Посмотрите, отойдя немного, вот, то есть говорит ученикам, «Душа моя скорбит смертельно, побудьте здесь, пободруйте со мною». Христос имел две натуры, это и божественная, и человеческая. И мы говорим, что Он был 100% Бог, и Он был 100% человек. Нам это трудно понять, но как люди, мы можем понять Его, потому что мы 100% люди. И как человек, Он скорбел, Он затасковал. И мы с вами посмотрим, в чем же суть этой тоски была. И второе место, это Евангелие от Луки, 22 глава, здесь с 39 стиха. Смотрите, здесь это тоже самое событие, но Евангелист Лука больше об этом говорит. «И выйдя, пошел по обыкновению на гору Ильонскую, за ним последовали ученики, его придяже на место, сказал им, молитесь, чтобы не впасть в искушение. И сам отошел от них на вержение камня, и приколенив колени, молился, говоря, «Отче, если бы ты благоволил пронести чашу мою мимо меня, впрочем, не моя воля, но твоя да будет, явился же ему ангел с небес и укреплял его, и находясь в барении, прилежнее молился и был под его, как капли крови, падающие на землю». Мы видим вот это страшное барение, которое произошло с Иисусом Христом, когда он находился в Гефсимании. Мы прочитали первое, что «Душа моя скорбит смертельно, побудьте здесь, пободрствуйте со мною». И отходит, и молится, и говорит, «Если возможно, доминует меня чаша сия». Здесь же, в Евангелии от Луки, мы видим, что молясь, он молился, и пот его был, как капли крови. То есть в Гефсимании началось спасение и избавление рода человеческого от греха. И первая рана Христа за наше спасение, она касается нашей воли, воли человека. Христос молится, «Да будет воля не моя, но твоя». Если посмотреть на то, что произошло с Иисусом Христом, тогда, когда он молился, когда появились эти капли крови, это было не просто, знаете, пот там чуть-чуть, они падали на землю, мы читаем, то это называется в медицине гематидрозом. Это состояние сильного эмоционального, физического, психологического и в отношении со Христом духовного напряжения. И вот в этом состоянии человеческий организм испытывает очень сильные внутренние давления на клетки мозга и на артерии всего организма. по которым кровь проходит затем через кожу, и она вместо пота она падала, и евангелист записал, и будучи в барине, он молился еще усерднее, и пот его был, как большие капли, падающие на землю. То есть вот до конца мы не знаем, что испытал наш Господь Иисус Христос с Гефсиманией, но я хочу прочитать вам одну выдержку, которую я взял из двух проповедей Спержина. Первая проповедь его – «Борение в саду», а вторая называется «Гефсимания». Есть эти проповеди, кто любит читать Спержина, вы можете найти его проповеди. Так вот, это очень длинный отрывок, но он очень сильный, и я хочу, чтобы вы были внимательны, чтобы послушать его. Спержин говорит, «Вы думаете, что это был страх перед смертью или ужасом распятия?» Он задает этот вопрос. «Думаете, что это был страх перед смертью или ужас перед распятием?» И он говорит, «Многие мученики мужественно принимали смерть за веру. Считать, что он обладал меньшим мужеством, чем эти мученики, значило бы унизить Христа. Не следует считать нашего Учителя ниже его мучеников, которые последовали за ним до самой смерти». Кроме того, Библия говорит, «Который вместо это евреям 12.2, который вместо прилежащей ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамление. Никто не смог бы пренебречь смертью с большим достоинством, чем это сделал Иисус. Это не могло быть причиной его борения в саду». Дальше он говорит, «Я также не верю, что борение в Гессимане было следствием каких-то необычных нападок со стороны дьявола. В начале своего служения Христос, находясь в пустыне, прошел через серьезные столкновения с дьяволом». 40 дней он был искушаем в пустыне, да? И спержен дальше говорит, «Тем не менее, когда мы читаем об этом, мы не находим, чтобы Иисус в пустыне пребывал в борении». В этом искушении в пустыне не было ничего похожего на кровавый под Гессимании. Когда Господь стоял лицом к лицу с сатаной, он не издавал воплей и слезы не катились по его щекам и не падали на землю в мольбе к Отцу. В сравнении с тем, что было сейчас, конфликт Христа с сатаной не кажется чем-то тяжелым. Дальше он говорит, «Но это борение в Гессимании ранило его до глубины души и едва не привело его к смерти». Что же привело его тогда к такому борению? И он сам отвечает, «Это был момент, когда Бог предал его мучению за нас». То есть, послушайте внимательно, это был момент, когда Бог, то есть Отец Небесный предал его мучению. «Ныне Иисус должен был принять определенную чашу из руки Отца». И он с ужасом ожидал этого. Можете быть уверены, что это было страшнее любой физической боли, от нее он не прятался. Это было ужаснее гнева людей, когда гнев людей обращался на него. Этот гнев не заставил бы его отвернуть в сторону. Это было ужаснее, чем искушение сатаны. Это искушение он уже победил, но это было что-то невообразимо ужасное, поразительное и внушающее ужас. И это пришло на него от Бога Отца. Таким образом исчезают все сомнения относительно того, что это было, что именно стало причиной его борения. «Господь возложил на него грехи всех нас» Исаия 53, глава 6 стих. «Ныне он нес проклятие, которое вследствие грехопадения находилось на грешниках». То есть Христос взял на себя вот это проклятие наших грехов. Спержин продолжает. «Он встал и пострадал на месте грешника». Вот в чем секрет тех борений, которые я не в состоянии полностью объяснить. Ни один человек не обладает разумом, который был бы в состоянии в полной мере постичь эти страдания. Бог лишь может их понять. Его мучения он лишь знает. Агнец Божий несет грехи человечества в своем теле, и его душа томится под тяжестью наших грехов. Он грехи наши сам вознес телом своим надревом, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды, ранами его вы исцелились». Спержин цитирует 1 Петра 2, 24. И дальше он говорит, «Я считаю, что все наши грехи были помещены в его тело». Это, знаете, очень интересное такое понятие. Он говорит, что все грехи, которые человечество, миллионы лет, тысячи лет, которые были до Христа, те, которые сейчас, и, может быть, те, которые будут после нас, все эти грехи, Спержин говорит, все эти грехи были помещены буквально в тело нашего Господа Иисуса Христа там, в Гефсимании, и что на следующий день он понес наши грехи на крест. Там, в саду Христос полностью ощутил, каково это было нести грехи. Он стал козлом отпущения. Козел отпущения в еврейском народе. Вы знаете, тогда, когда Бог через Моисея установил завет с израильским народом, они должны были один раз в году совершать вот этот день очищения, когда грехи всего израильского народа священник через свои руки полагал на козла, который был принесен перед Скиней, и он молился за грехи всего народа, и таким образом, так сказать, вот эти грехи, которые совершал народ, они возлагались на козла, и козла отпускали в пустыню, где он там, наверное, погибал, я так думаю. Так вот, Спержин говорит о том, что он стал козлом отпущения, неся на своей голове грехи, чтобы быть взятым, чтобы стать приношением за грех, которое должно было быть отнесено за стан и полностью поглощено огнем гнева Божьего. Теперь вы понимаете, почему Христос отшатнулся от этого? Христа очень тревожило то, что ему предстояло предстать перед Богом на том месте, которое занимали мы, грешные. Как сказал бы Лютер, мы знаем, что Мартин Лютер, один из немецких католических священников, который, в принципе, искал тоже оправдания, и он говорит так, что Бог посмотрел на него так, как если бы это был не он, а все грешники этого мира. То есть, Бог посмотрел на своего сына, что это был не как сын, а посмотрел на него как на всех грешников мира. теперь он стал местом сосредоточения всей мести и гнева Божия. Он несет на себе то осуждение, которое должно было пасть на грешное человечество. Христу должно было быть очень страшно находиться в таком положении. Да? Так вот, заканчивая, он говорит, в саду на него также начало падать наказание за грех. То есть, во-первых, на него пал сам грех, а потом, собственно, наказание за грех, конечно же, это было превеликое страдание, если оно могло удовлетворить требования Божьей справедливости в отношении грехов всех людей. У меня никогда не возникало страха, что я могу что-то преувеличить, говоря о том, как, что пережил наш Господь. Весь ад наполнил ту чашу, которую ему пришлось испить. Горе, сокрушившее дух спасителя, великий и бездонный океан невыразимой тоски, объявший душу спасителя в его жертвенной смерти, до такой степени непостижимый, что мне не следует заходить очень далеко, а иначе меня обвинят в попытке выразить то, что является непередаваемым. Но скажу так, именно тот поток, который исходит из великой и бурной бездны человеческого греха, он, пав на Христа, погрузил его в крещение кровавым потом. С ним должны были обращаться как с грешником, наказание положено грешнику, хотя он никогда и не грешил, вот что вызвало то борение, о котором говорится в нашем отрывке. Находясь в борении, прилежнее молился и был под его как капли крови, падающие на землю. Вы знаете, замечательные слова, я хотел это передать своими словами, но я понял к тому, что я не смогу это сделать, как это очень красиво и образно и сильно сказал Сперджин. В самом деле вот эта бездна греха, вот эта масса греха, если можно выразиться, которая вошла в Христа или пала на Христа, когда апостол Павел в послании к Ефесянам говорит, он стал грехом за нас, так вот, он стал реально воплощением греха, и во втором послании к Коринфянам в пятой главе мы читаем, что ибо не знавшего греха, он сделал для нас жертву за грех, то есть в оригинале он стал грехом, чтобы мы в нем сделались праведными перед Богом, то есть вот этот безгрешный святой Сын Божий, он был погружен в этот грех, и Иисус должен был это сделать, подчинить, я хочу подчеркнуть, потому что наша тема это воля, он подчинил свою волю вот воле своего небесного Отца, и он это сделал без всяких условий, он говорит, впрочем, не моя воля, но твоя да будет, то есть у него не было никаких условий, он не ставил это, и он перенес это, и наверное это было очень трудно, потому что Бог посылает своего ангела для того, чтобы поддержать его, чтобы вот в этом кровавом поте он не умер, так сказать, еще до Голгофы, до того, как совершить это спасение, и говоря уже про нас, братья и сестры, мы также должны подчинять свою волю Богу, я не говорю уже о том, что умереть, подчиняя себя Господу, так вот, когда мы говорим о подчинении, то первая причина нашего подчинения и спасения, она заключается в словах Господа нашего Иисуса Христа, когда в 16 главе 24 стихом он говорит, всякий, кто хочет быть моим учеником, должен отречься от себя, взять крест и что, братья и сестры, возьми крест и что, следуй за мною, возьми крест и следуй за мною, да, мы не сможем взять крест, мы не сможем жить свято, в доверии Богу, мы не сможем жить в спокойствии своей души, если мы не подчиним свою волю полностью нашему Господу, знаете, мы не можем сказать, Господи, вот тебе вот, вот, вот часть, часть моей воли, вот я тебе отдаю, а часть нет, это, это невозможно, и апостол Петр говорит, что Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его, 1 Петра 2, 21, то есть Христос оставляет нам пример для нашей практической жизни, то есть ты в своей практической жизни, ты не можешь жить святой, праведной жизнью, ты не можешь иметь мир в своей душе, ты не можешь спокойно находиться здесь, особенно сейчас, когда все, знаете, такая смута кругом вокруг, когда все сплошные переживания, чуть побольше об этом скажу позже, и ты, чтобы ты мог иметь этот покой, если твоя воля не подчинена Господу. Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его. Апостол Павел говорит, все желающие жить благочестиво в Иисусе Христе будут гонимы. И дальше он говорит, итак, переноси страдания, как добрый воин Господа нашего Иисуса Христа. Как ты можешь переносить эти страдания, как христианин, если твоя воля не будет подчинена Господу? Ты будешь бояться этих страданий, да, и, к сожалению, такое было в истории, когда люди, которые не подчиняли свою волю Господу, они отрекались от Христа. Они потом плакали, они потом молились, их так и называли, те, которые, так сказать, отрекались от Иисуса Христа, предатели. Да, и подобно тому, как Иуда отрекся от Иисуса Христа, причина была, можно сказать, проста, хотя она, вообще-то, по идее, сложна. Это люди, которые не подчинили себя полностью Господу, не доверили свою волю своему Господу. И невозможно переносить гонения или страдания, если ты не полностью подчинен своему небесному Спасителю. И, собственно, Павел об этом говорил Тимофею, почему? Потому что тот тоже испытывал определенные трудности. Вы знаете, я утром это не говорил, но я скажу сейчас. Я, когда готовился к проповеди, я, вообще-то, удивился, но я знаю, что пасторский труд трудный, но вот когда говоря о подчинении себя Христу в служении, такая интересная информация, вот есть такой исследователь Джордж Барна, да, мы знаем, это американское агентство, он говорит так, от 35 до 40 процентов всех пасторов сегодня оставляют служение. И это одно из самых трудных призваний, говорит Барна, в мире ни один человек не сможет это выдержать, если не будет воином Иисуса Христа. И не только пасторы, но и благочестивые христиане проходят страдания ради служения Богу. И вот, то есть, если ты не подчинен, если ты не подчинил себя, да, даже если ты пастор, да, то ты не сможешь совершать это служение. Если ты просто христианин, ты не можешь совершать это служение, не подчинив себя Господу. многими скорбями в деянии апостолов Павел говорит, надлежит нам войти в Царствие Божие. И очень интересно, интересное выражение, так сказать, одного проповедника, он говорит, не будет креста, не будет венца. Коротко сказано, но очень емко и ясно. Не будет креста, то есть, если ты не способен пронести крест, да, вот как в самом начале я прочитал, что возьми крест, а всякий, кто хочет быть моим учеником, должен отречься от себя, взять крест и следовать за мной. То есть, если ты не взял крест, потому что взятие креста это не то, что там, знаете, там говорят, ну, какой у него тяжелый крест по жизни. Это не библейский крест, это такой народный крест. Библейский крест берет человек сам. То есть, ты сам сознательно берешь на себя определенные условия и обязательства пред Господом и ты следуешь этим обязательствам и условиям. Ты сказал, что я буду жить святой праведной жизнью. Да, ты живешь этой святой жизнью, но это требует определенных сил духовных. И если ты не со крестом, если твоя воля не подчинена Господу, ты не сможешь нести этот крест. Что еще хочу сказать, дорогие мои? Знаете, нас не должны приводить страх ни эпидемия, ни даже собственная болезнь во время этой эпидемии. То есть, если я знаю, что Христос пострадал и отдал ради меня свою жизнь. Если мы знаем, что Он испытал разлуку со Своим Небесным Отцом, ради любви к нам, то, чего нам бояться, Он знает, что для меня будет лучше. Я скажу даже, может быть, некоторую такую крамольную мысль. Мы иногда боимся заболеть и так сильно переживаем за свое здоровье, что совсем забываем о том, что Бог о нас печется намного больше, чем мы о себе. и поэтому нам не нужно быть слишком обеспокоенными, слишком такими, так сказать, наши мысли направлены как бы так прожить сильно здоровую жизнь и дожить до 120 лет. Ну, может быть, и доживете, но все равно мы когда-то умрем. Поэтому, да, нужно иметь определенное, так сказать, разумение в отношении питания, в отношении твоей нормальной жизни, но не предаваться этому и не делать из этого религию, и не делать из этого Бога, так сказать, потому что это тоже своего рода идолопоклонство. Поэтому Господь в самом деле знает, что для нас лучше. Смотрите, мы сегодня живем в таких обстоятельствах, очень, я бы сказал, таких бурных, такое житейское море, оно, знаете, бурит. Это приблизительно так же, как вот, когда ученики плыли на лодке, так сказать, и вдруг во время этой бури, так сказать, увидели Иисуса Христа, который идет по этим волнам. И вы знаете, написано, что ученики вскричали и испугались. Вот, то есть, это первая реакция, когда мы смотрим на это житейское море, на это, на все, что вокруг нас происходит и видим что-то такое неожиданное. Для учеников Христа эта неожиданность была приятная, это был Христос. И это даже побудило Петра вот сказать, Господи, ну если-то ты, вот разреши мне пойти. И мы знаем, что он пошел, мы знаем, что он пошел, глядя на Иисуса Христа, я так представляю, так сказать, он так ногу через борт лодки, так сказать, ставит, наверное, так сначала чуть-чуть так с определенной опаской, смотрит, держит вода, да, на Христа смотрит и пошел, да, но мы дальше видим, что он взор со Христа убрал и посмотрел на эти волны, которые бушуют, и он стал тонуть. И я вам хочу сказать, это то же самое, что происходит в нашей жизни, когда мы, наша воля не подчинена Господу, когда мы начинаем смотреть на эти волны, мы начинаем тонуть. И наше счастье, что рядом с нами наш Господь Иисус Христос, Он протягивает руку. И вы знаете, я не думаю, что там Петр, осталась одна голова в воде, и Христос его так тащил до лодки, так сказать, а потом, так сказать, выгреб. Абсолютно нет. Он его поднял, и он вместе с ним пошел в лодку, да, и это так может делать Господь Иисус Христос. Ты можешь по горло, так сказать, оказаться вот в этих волнах, но Господь тебя вытаскивает, да, и говорит, слушай, твоя воля мне принадлежит, отдай ее, не сомневайся, я с тобой, я рядом, и пойдешь опять по волнам, да. Мы уже говорили про здоровье, не буду об этом говорить, да, я думаю, что еще один момент, который нас сильно тревожит, особенно если вы родители, да, это ваши собственные дети. Вы переживаете за своих детей, ну, в принципе, и правильно делаете, что переживаете, но наши переживания не должны носить элемент страха, потому что сегодня вообще-то в самом деле страшно, если посмотреть, что творится в школах, чему нас могут научить, вот, наши, наших детей, эти учителя, мы, мы понимаем, что наши дети находятся в колоссальной опасности, но мы не должны переживать больше, чем переживает наш Господь Иисус Христос о наших детях, но мы должны делать свою работу. Вы знаете, мне очень нравится книга Даниила, когда рассказывается о том, как Даниил и его друзья оказались в плену. Исследователи Библии говорят, что этим ребятишкам было по 14 лет. У нас есть в церкви, кому 14 лет? Есть? Или чуть побольше, 15-16, да, уже есть. Что-то никого. Неужели у нас 14-летних нет? Все взрослые. Здорово, легко проповедовать, значит, все все понимают. Так вот, эти вот 14-летние мальчишки, они оказались без папы и без мамы, да, но что удивительно, каждый из них сохранил веру своих отцов. Никто из них не заколебался, да, никто из них не стал поклоняться этому истукану, да, как в этих седрах, мясах и авдинага. Почему? По одной простой причине. Папа и мама научили их, как бояться Бога. Поэтому, братья и сестры, когда вы переживаете за своих детей, не переживайте, какую обувь ему назвать, там, Nike, или я не знаю там всех этих, я знаю Nike одну компанию, там, других больше не знаю, там, может быть, еще там какие-то там компании есть, не переживайте, в какую обувь их одеть, не переживайте, какую фирму там джинсовым их купить, там, или рубашку, да, ну, для красоты бы слова, неплохо было перечислить эти компании, но я их, к сожалению, не знаю. Но это не главное, что можно сделать, для того, чтобы, для того, чтобы, так сказать, ваши дети были нормально воспитаны. Самое большое воспитание, это, чтобы ваши дети полюбили слово Господне, чтобы сам Господь мог действовать через них, тогда, когда они столкнутся там, в школе, со всеми этими трудностями, да, психологическими трудностями, когда над тобой будут смеяться, как ко мне приходит одна девочка и говорит, пастор, 13 лет ребенку, и говорит, скажите мне, что мне делать, это было у меня во фрезе, когда я вот буквально только приехал из России, и стал беседовать, и я вот так напряженно слушаю ее, дети спокойно говорят по-английски, а для меня английский второй язык, и она мне говорит, пастор, I need advice, мне нужен твой совет, и я, ну, я так настроился слушать ее, что ж ты скажешь, и она мне говорит, надо мной смеются в моем классе, because I am only virgin in my class, и я, вы знаете, ну, во-первых, я покраснел, мне никто никогда таких вопросов не задавал, тем более 13-летний ребенок, но это был очень серьезный вопрос, что мне делать, когда надо мной смеются, и мы с ней там разговаривали, молились, и я ей дал советы, я очень надеюсь, что он ей помог, я верю, что он ей помог, поэтому нам не нужно чрезмерно заботиться о своих детях, но нужно делать свою работу каждый день спокойно, не знаете, не день это дня, ну, решил со своими детьми Библию прочитать, там, после проповеди пришел домой, там, посадил, там, хотят, не хотят, есть дети хотят, нет, Библию будем читать, не работает это, братья и сестры, не работает, читайте тогда, когда дети хотят вас слушать, может быть, они вас уже не хотят вообще слушать ничего, но это очень тоже плохо, так вот, еще раз хочу сказать, что подчинить волю Господу, это подчинить и своих детей, То же самое касается и работы. Сегодня мы теряем работу, кто-то из нашей церкви потерял работу. И это есть определенное беспокойство. Не надо чрезмерно беспокоиться. Молись, Господь устроит и найдет тебе лучшую работу. Поэтому, когда мы думаем о нашем будущем, особенно о будущем, оно нас тревожит. И в самом деле мы должны думать, но мы должны помнить один такой момент, что написано в Евангелии от Матфея 6 главе 34 стихом. Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем, довольно для каждого дня заботы своей. Будем помнить, дорогие мои, что апостол Павел говорит в послании к римлянам во 8 главе. Тот, который сына своего не пощадил, но предал его за всех нас, как с ним не дарует нам и всего. Заканчивая проповедь, я хочу сказать, если твоя воля не подчинена еще своему спасителю, ты находишься в очень печальном положении. Ты находишься в очень опасном положении. Почему? Потому что наша порочная совесть, она может опять, опять это совесть, воля, это все это одно. Она опять может взять вверх. Но ты уже искуплен, ты уже получил спасение, поэтому ты должен помнить, что наша вот эта совесть, она уже исцелена благодаря тому, что Христос совершил в Гевсиманском саду. Он подчинил себя полностью своему небесному Отцу, и он был святой и праведный. И ради тебя, и ради меня он стал грехом, он взял на себе грех, как Спержин говорит, грех наполнил его для того, чтобы мы сегодня были свободны от этого греха. И сегодня мы будем как раз праздновать победу Господа, которую он совершил на кресте ради нашего спасения. Он освободил нас от этого греха и дал нам свободную волю. Этой свободной волей мы должны направлять на то, чтобы имя Божье было прославлено. Аминь, народ! Давайте помолимся. Господь милосердный Отец Небесный, во имя Иисуса Христа, Сына Твоего, возлюбленного нашего Спасителя, мы приходим к Тебе, поклоняемся. Мы величим и прославляем Тебе, Бога спасения нашего. Мы благодарны Тебе, Господи, что Ты подчинил свою волю, волю Своему небесному Отцу. И сегодня, Господи, Ты дал нам эту свободную волю, Ты дал, Господи, нам эту чистую, святую. И, Господи, Ты хочешь, чтобы мы служили Тебе таким образом, чтобы наши глаза были постоянно направлены на Тебя, Господь, милосердно. Если это еще не так, прости и помилуй. Благослови, Господи, всякого, кто находится здесь, кто слушает и видит нас по видео. Благослови, Господи, чтобы мы святили имя Твое, чтобы Ты был прославляем в жизни нашей. Мы ожидаем Твоего пришествия, Господь. Мы ожидаем, что когда Ты нас возьмешь к себе. Благослови каждого брата и сестру, особенно, благослови тех, кого нет среди нас по этим причинам, по причинам коронавируса, которые не могут прийти, Господи. И я прошу Тебя, благослови, Господи, особенно тех, которые сегодня недомогают, которые в болезни помилуй и исцели. От нас прими благодарность. Поклоняемся и величим Тебя, Отца, Сына и Духа Святого. Аминь. Продолжение следует...